Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Завершая разговор о книге пророка Амуса, мы обратимся сейчас к девятой главе. В девятой, последней главе этой книги, тоже в основе видения, которое Бог дает пророку Амусу, как это было и в восьмой, и в седьмой главах, и удивительное видение, Амус видит жертвенник, на котором приносятся жертвы, на котором совершается служение Богу, жертвенник в достаточно своеобразном архитектурном сооружении, вокруг каменные столбы и кедровые балки и так далее, и жертвенник, на котором приносятся жертвы и всесожжения, и жертвенник для воскурения Ладана и так далее. В общем, сложное все вот это вот такое. Да, святилище, святилище, визелье Бога. И Амус видит над всем этим Богом. Трудно сказать, насколько антропоморфным было это видение, может быть, и нет. Он говорит, видел я Бога, стоящего над этим жертвенником. Вероятно, что-то такое грандиозное, может быть, подобное человеческой фигуре, а может быть, и нет. Видит пророк. И Господь ему говорит, вдаль по притолоке над воротами. Господь, вот он видит Бога, который призывает пророка вместе с ним обрушить этот самый жертвенник. Обрушить, говорит, не спасется никто из них, даже если бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Кстати, обратите внимание, в наше время тоже есть такая тенденция, нередко люди думают, что они могут зарыться в преисподнюю, залезть, закопаться в какую-нибудь пещеру, и там прятаться от Дня Господня. Нет, даже если они зарылись в преисподнюю, и там отыщу и возьму их. Господь говорит, обращу на них очи мои, набеду им, а не во благо. Вот это все надо обрушить, говорит Господь Амусу. Это вывод номер один из всего того, что Амус обличает в жизни современного ему общества всей той несправедливости, жестокости, насилия, обмана, когда суд превращается в яд, и пути правды извращаются, вот это приводит к тому, что все, начиная с жертвенника, начиная с религиозного центра, все разрушается. Тоже, ну, люди живы издавны, и, может, даже почти всегда, или вовсе всегда думают, что, ну, у нас тут жизнь, конечно, несправедливая и подлая, но зато у нас с религиозностью все хорошо, и поэтому бедствия от нас отвратятся. И вот Бог через Амуса и других пророков говорит, не только не отвратятся, но с религиозной сферы и начнутся эти бедствия, потому что если жизнь лживая, то и жертвенник ваш лживый, поклонение ваше лживое, и отыщу и возьму их, пойдут в плен впереди врагов своих, повелю мечу и там убить их, обращу на них, очи мои, набеду им, а не во благо. Это еще может быть не настолько центральная мысль, как для других пророков того же поколения, что и Амус, но все-таки очень-очень в его контексте важная. Никакая религиозность недостаточно для того, чтобы отвратить гнев Божий. Нужна правда Божья в жизни, нужна справедливость и милосердие, и правда. И вот это по-настоящему может изменить судьбы людей, судьбы общества. И еще одна важная очень вещь, смотрите, в пятом стихе девятой главы, Амус видит продолжение своего видения. Он видит Бога, который потрясает косяки, обрушивает их на головы стоящем при жертвеннике. Но видит он Бога и над всею землею. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает. Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле. Пророк говорит о Боге, для которого земля лишь подножие ног его, о Боге, который несоизмеримо больше этого мира, но все-таки он говорит, Бог коснется земли. Господь Бог Саваоф, владыка воинств небесных, коснется земли, и она растает. У Амуса, как мы видели с вами в предыдущих главах, этот момент, когда Бог коснется земли, вызывает скорее страх. Он говорит горе желающим дня Господня. «Для чего вам этот день Господь? Он тьма, а не свет, и нет в нем сияния». Но вместе с тем он говорит и о том, что это, во-первых, неотвратимо, а во-вторых, собственно, только так и может измениться что-то в этой жизни, измениться что-то на земле, когда Господь, Бог, коснется земли. Теперь дальше, в середине этой самой девятой и последней главы, снова Господь обращается к судьбам народов и к нравственным требованиям, потому что в начале-то книги Амуса Бог через него говорит о том, что существуют требования человечности, правды, справедливости, милосердия, и они для всех одинаковые. Люди, которые их нарушают, равнопротивны Богу, вызывают его гнев. Израильтяне думают, что, ну, хорошо, все, конечно, так, но мы-то избранный народ. Но Бог говорит удивительную вещь. Не таковы ли, как сыны Эфиоплин, и вы для меня сыны Израилевы? Здесь вспоминаются разные исторические версии, теории того древнего времени. И, кстати говоря, не так существенно, насколько они там точны или адекватны. Сейчас не все можно проверить. Но Бог говорит о том, что вот сколько разных народов он переводил с одного места на другое. «Я вывел Израиля из земли египетской», говорит Бог, «но я и вывел Филистимлен из Кавтора и Арамлен из Кира». И, таким образом, вот судьбы народов в руках божьих. Это тоже на самом деле чрезвычайно важное и в те времена еще далеко не тривиальное утверждение, потому что все-таки многие склонны еще думать о Боге как о племенном израильском божестве, которое, ну, может быть, как-то имеет отношение к жизни Израиля и только. Но Бог говорит, «Моя вся земля, я повелеваю народами». И когда мне нужно, кого нужно, вывожу Израиль из Египта, Филистимлен из Кавтора. Вот у Бога есть замысел, видение истории вообще, и Он в этой истории действует. И поэтому «вот отче Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли», потому что если ты этому вселенскому замыслу Божьему противишься, то никакого смысла в существовании нет. И я истреблю грешное царство. Ну вот потрясающие слова. «Но дом Иакова не совсем истреблю», говорит Господь. Не совсем. Да, я рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете. Отмечал умрут грешники, те, которые говорят, что ничего-ничего, с нами все будет хорошо, не постигнет нас это бедствие. Но дом Иакова не совсем истреблю. О последних временах вдруг, в общем, не то, чтобы прямо логично это вытекало из предыдущего, но все-таки неожиданно в самом конце Бог говорит через пророка Амуса, вот в тот день, в тот день, который тьма, а не свет, я восстановлю скинию Давидову падшую. И самые заключительные, последние стихи книги пророка говорят о том, что разрушенное царство Давида, дом Давида, скиния Давида упадшая, будет восстановлено, и жизнь изменится. И в это время они овладеют всеми народами, между которыми возвестится имя Мое. Таким образом, Бог, во-первых, обещает о том, что имя Его будет возвещаться между народами, и все они присоединятся к скинии Давидовой. И под конец дальше, вот тогда изменится в жизни все, говорит Господь. «И тогда пахарь застанет жнеца, а топчущий виноград сеятели, и возвращу из плена народ Мой, водворю их на земле их». Таким образом, Бог говорит о том, что спасение остатка Израиля связано, во-первых, с домом Давида, с тем, что Бог восстановит этот дом Давида, и имя Божье будет возвещаться между народами. И вот этот остаток действительно сможет жить по правде Божьей. Вот, собственно, главные выводы из тех видений, которые Бог дает пророку Амусу. Субтитры создавал DimaTorzok